Однако помощь нужна не только инвалидам. По статистике Министерства здравоохранения, каждый десятый россиянин сегодня страдает от депрессии, а каждый второй склонен к психическим расстройствам. Причем ровно в половине случаев такие отклонения выявляются у детей. Однако обращаться к медикам родители не спешат. Психиатр, психотерапевт или психолог? Кому надо идти на прием в разных случаях? Елизавета Халикова продолжит тему. Проводят тренинги, консультируют людей, помогают разобраться в себе. За помощью к социальным психологам люди обращаются нередко, ведь это не врачи, а специалисты, которые работают со здоровыми людьми. Поэтому лекарства они не выписывают и диагнозы не ставят. В то время как психологи клинически работают в медицинских учреждениях, где тестируют больных, чтобы врачи могли точнее поставить диагноз. Мы выполняем задачи, которые нам дает психиатр. Мы можем обследовать высшие психические функции, такие как память, внимание, мышление у детей. А также наша задача – это диагностика. То есть это диагностика между различными психическими нарушениями, заболеваниями. Психиатры, в отличие от психологов, могут ставить диагноз, а также лечить психические расстройства. В основном при помощи лекарств. Если речь идет о ребенке, то обращаться к психиатрам советуют, если в течение долгого периода у него наблюдается плохое настроение, меняется поведение или, к примеру, при длительной бессоннице. Детские психиатры еще должны знать очень неплохо психологические аспекты возникновения различных заболеваний, потому что помимо медикаментозного лечения, еще необходимо работать с семьей для изменения отношения к ребенку. Психотерапевты – это универсальные специалисты, которые совмещают в себе свойства психолога и психиатра. Они могут назначать лечение, но их основная задача – беседовать с пациентами, чтобы найти пути решения проблем, а также выявить причины их возникновения. Ребенок – это наиболее в психическом плане слабое, неустойчивое звено в семье. И когда идут проблемные отношения между родителями, конфликтные длительные ситуации, может ситуации развода, может быть еще какие-то проблемы материального плана, в первую очередь может выдать симптом ребенок, признак заболевания. Психиатры, кстати, обслуживают каждую детскую поликлинику в Кирове. Чтобы попасть на прием, совсем не обязательно идти к педиатру. Записаться можно по телефону 64-93-76. В западных странах считается нормальным обращаться к подобным специалистам. В России же люди этих профессий боятся. Но, как уверяют медики, зря, поскольку «психо» с древнегреческого переводится как «душа». Поэтому специалистов, название профессий которых начинается на «психо», то есть психологов, психотерапевтов и психиатров бояться не стоит. Все они работают в душе человека. Елизавета Халикова, Александр Брызгалов, Бюро Новостей Давидовича.